Вечер понедельника, очередная авария на ХТЗ. На проспекте Фрунзе не разминулись Тойота и ВАЗ-2170. За рулем Приоры был 20-летний мужчина, ехал автомобиль от улицы 12 апреля в сторону проспекта Арджоникидзе. Тойота, водитель 33-летняя женщина, двигалась по проспекту Фрунзе от Московского проспекта в направлении Кассиора. На перекрестке Фрунзе и улицы 2-й пятилетки автомобили встретились. На данном перекрестке светлофорных объектов нет. Регулирование дорожного руха действуется за допомогой дорожных знаков. Самый водитель автомобиля ВАЗ Приора порушил вымоги правил дорожного руха, а самые вымоги дорожного знака 2-1 не надав перевагу рухов и транспортному засобу, который рухался по главной дороге. После столкновения Приора выехала на тротуар и сбила двух пешеходов-женщин. У них ушибы тела и головы. Также с места аварии в больницу были доставлены пассажиры обоих автомобилей. У одной из них перелом ключицы, у второй ушибы. Тем временем авария на Салтовке, в которой серьёзно пострадали два молодых человека, у обоих травмы головы, у одного открытый перелом ноги, у второго сломаны обе конечности, получила продолжение. Сотрудники розыска ГОРГАИ нашли и машину, и водителя. Можете информацию от очевидцев, свидетелей пригоди, а также информацию, которая осталась на месте скошене дорожной транспортной пригоди, было установлено приблизительно марку транспортного засоба, автомобиль марки БМВ. Хотелось бы подякувати небайдужим громадянам, які надають нам хоть будь-яку информацию стосовно дорожньо-транспортных пригод, можливих винуватців даних пригод, тому що саме завдяки такій информации, скажемо так, як працівникам ГОРГАИ легше знайти винуватця дорожньо-транспортной пригоди і в кінці кінців, щоб він поніс відповідне покарання за скошене дорожньо-транспортну пригоду і за те, що залишив без надання допомоги постраждалого на місці пригоди. Об'яснять, почему уехал з міста аварії 29-летний водитель БМВ, буде тепер сначала следователю, а потом судье. Судовими інстанциями може бути прийнято рішення як позбавлення права керування строком від 6 місяців до 1 року, так і передбачається кримінальна відповідальність, якщо це дорожньо-транспортні пригоди, з тяжкими наслідками або з загиблими. С начала года в ГАИ зарегистрировано 110 аварій, з места которых водители скрылись. 68 этих преступлений раскрыто, 42 водителя все еще в розыскі. Галина Шподарева, Александр Проценко, агентство телевидения новості. Галина Шподарева, Александр Проценко.